Итак, всем привет! У нас обновление большое для Quake Champions вышло, когда оно там вышло, неожиданно так, для меня по крайней мере. Среди прочего, новая карта, она была на ПТС-сервере, по ней мы делали небольшой видос фоксом и вот сейчас уже полную версию, ну как полную версию, финальную версию, которая в релизе этой карты. Будем, так сказать, надеяться, что может она и в сезоне Quake Pro League. Следующий появится, это будет забавно. Со мной Хокс и Артем Фламьесов, он сейчас спек. Хоксом просто фановый дуэль. Побегаем, поболтаем про патч даже скорее. Да, мы не будем там тут контролить, что-то специально там играть, как и на полноценную дуэль, тут больше побегаем, посмотрим. Ну и про патч, в целом можно для начала про патч сказать, что там. Кто, кто, кто плохо ознакомился? Говорите, свое мнение? В первую очередь добавили новую карту, вот эту, да? Добавили. Exile. Exile, потом расширили Longest Longest Yard карту. Для CTF. Для CTF, да? Потом, ну у нас есть список изменений в группе ВК, а там нужно знакомиться, просто почитать по-другому. А вот именно из крупного, да? Из крупного, это две новые карты. Вот это называется. И Longest Yard, да. Из таких косметических изменений, там у нас новая модель шафта, это рука шамблера, квейк-1. А как ее получить? Я вот не понял, ну в батл пассе или что там? Да, в батл пассе. То есть она дается с какой-то левел? Да. Не-не, она написана, что недоступна это. Да, там скорее всего батл пасс. Понятно. А потом после игры зайдешь батл пасс, просто покажи, что там у нас в нем. Да. Вернули ещё четыре пушки, их, видим, оставлены до работы. Морозер дробовалось до батл пассов. Вот. Ну, там по мелочи ещё мARRY айфонах добавили, залили до фига. Бо-бо-бо-болка сотня. Я посмотрел там по балансу ну по каким таким мелким изменениям. Они не то что много там список небольшой но что-то что-то продолжают ковырять это что в этом этом как ты туда попал киджам вам просто впервые за год или сколько там времени были сброшены рейтинги все и дуэльный т.д. давайте это два слова по карте но по моему графически она ну принципиально не поменялась за фокс игры чуть-чуть источников освещения да я изначально делал правильное предположение что просто из освещения еще не было единственно что вот на стартовом экране когда показывают две модельки игроков кто там на карте начинают там источников света нет поэтому выглядит немножко странно красиво теперь вот эти смотри туннели всякие дави я из пещеры они были очевидны теперь более заметно на первой теперь первой версии карты вообще не было заметного анимацию давай покажем света у сорок это вообще все давно ждали раньше анимация была такая что когда вправо-влево двигался то вокруг дергалась на сейчас более-менее нормально да конкретно по карте вот единственное изменение я специально посмотрел первый видос единственное изменение именно по айтамом по геометрии вот ракета смотри теперь здесь то есть раньше здесь не было а была она вот здесь была вот в этом месте и сейчас здесь в тдм и ффа квад павра вот в остальном в остальном практически ничего не поменялось но вот мое мнение по-прежнему то что карта конечно но сливать все сливается из-за того что она такая однообразная по по текстуре по цветовым по цветовым решением то есть она просто вот белая карта белая серая то есть ей не хватает во-первых цветности да ну вспомним там знаю тоже волов над которой убрали она очень прикольная по цветам было здесь все такое очень серая я думал может быть как-то на разнообразней что плюс что она в новом стиле все-таки наконец-то новый стиль какой-то появился но минус что она вся такая какая-то как ты сказал однообразно однообразно да то есть так здесь есть какая-то штука как бы квакером не удивишь питер не удивишь именно разнообразным текстур ну ты просто встроенный пикмипом привыкли главная гимала первую очередь да да это пикмип вот посмотрим как она будет играться еще куда это считаем ну вот интересно интересно когда ее добавят с добавить так красоты сестры садись в очень опасном месте так сейчас попробую туда побить спасибо что скажете о изменении физики движения написано изменилась скорость разгиб разбега да то что нельзя сейчас уже ускоряться не только на земле ракеты но и в воздухе есть ограничение максимально скорость выведем выведена худ сейчас скорость за один настройки настройки интерфейса и правой части включить до включил дарил теперь смотри одну как бы выбери прям прямую поверхность и это самое разгонись мы быстрее для ракеты узкого с скорости что примерно там на 700 упсов и просто ничего не делай и посмотри к скорость что происходит с ней смотри а что должна медленно падать она медленно падает загнался да то есть у каждого персонажа теперь есть лимит ниже как ну то есть если выше которого ты получаешь скорость например ракет джамп она она то она замедляется только по этого моделька заведяется не сразу момент не моментально до чтобы геймплей не ломать за что там чтоб ты сразу ускорение получал но замедляется это нужно для того чтобы в итоге уравновешивать да вот этих персонажах очень быстро разогнался ты кстати без твоего рэйла я бы не долетел скорость падает а раньше я долетел сразу он кстати это хорошая фишка нас она сорня ломает геймплей да артема ты можешь зайти в кайпе ну прочитать изменения про чтобы я не сворачивал игру я уже это делаю а что и надо ну скажи скажи что там вот в том понимании глобального просто я посмотрел там какие там персонажи что-то подкрутили на deep embrace ну как я полно deep embrace какие-то баги пофиксировать но это все перечислено мы слышно кинем да ну и вот из китая ctf интересное изменение что теперь флаг типа имеет вес и когда ты берешь флаг ты двигаешься на 20 процентов медленнее то есть 8 процентов максимальной скорости это немножко откорректируется баланс когда на арке там бегал здорово и прочее могу ели вот по спал нам немножко увеличен радиус спавна 35 метров до 42 я вот и раньше на сезон раньше был 45 в прошлом вот текущий сезон который прошел только что был 35 да то есть низком рандомно близко пример появится да да портить респавны было намного сложнее и все про игроки когда играли они постоянно удивлялись типа чё за респом почему так близко там да и легко было там камбэкнуть когда там на лохопе например оставался кто-то сейчас а сейчас 32 это такое что среднее то есть мы так очень разные не играли при таком радиусе то есть нужно будет опять всем про игрокам тестировать дальность рисков как можно их форсить где работают старые где работают более новые еще какие-нибудь появились так далее короче основная тема в том что респаунд дальше от твоей модель кидать чуть-чуть то есть прям перед тобой не появится больше понял да вот исправлен интересный эксплойт когда можно было прятаться на а в океане за мега хелсом там вот это окошко там можно было прятаться как я такого правда ни разу не видел я видел но редко использовали очень я дату нынешки на лицо теперь в ctf еще но можно играть на блатковый нант и руинах сарната что еще по чемпионам изменения скоростей очень много изменений это подробнее можно читать группе наши анарки афина клатч слэш 40 и ключевой именно ключевой это афина урезали с 2000 до 1000 очень многих раздражало то что она очень быстро перемещается поэтому это очень важно будет все-таки помедленнее немного а вот а вот и сорок анарки немножко увеличили потому что они как бы их так порезали за счет того что теперь скорость и ну отроки то не так сильно влияет да да там вот мелочи но но это на геймплей скорее всего как не особо не повлияло не особо да вот мы исправлен то что жаловались вот этот вот новый модель шахта с которой все бегают из только 2 она берет не такая яркая да так и да ты сбоку на теперь и слепит ли нет 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 слушай я надо сейчас я пять раз умру чтобы это ой отлетел то забей слушай такое вот еще по мелочи там было сейчас в лобе выйдем зато покажет батл пауз был баг учета дамагов статистика когда игроки говорили что неправильно учитывался дамаг и цифры неправильно показывались после матча сейчас говорят что это исправили также учитывается урон от обилок правильно и дополнительная суши по карте по карте я реально ничего не могу сказать то что она настолько однообразно 0 блин к она вроде разнообразный но вот это вот визуальная каму картинка цвета они реально но не вспоминаются комнаты сне все кажется однако миссис на к сыграешь там много раз понятное дело что этого не будет я сама зажарную кисть в общем двух словах как-то так давай чаще в меню тогда зайду кстати подсчет урона раньше у нас у нас же есть сайт статистики до основной официальная на нем урон все раньше считался правильно то есть на нем не можно было посмотреть сколько-то урона у него там обилки считались а вот в меню не игры не учитывались поэтому это был реальный баг и вот сейчас его пофиксил на точно обилки это типа рейнджеры и сорок тогда то есть например если то нанес урон например уроны пушками это считалось а если наносил урон тотемами обилками и другими всякими там она не считала на для некоторых персонажей это очень важно то есть там ты мог не наносить очень много урона да я понял выйдем на полпас сейчас на цвете в карту в отдельном видосе тогда залью значит а ну вот я сейчас кастомизейшн во-первых здесь вот эту а покажи пояс пояс покажи на на рейнджер шапы дариша шамблер арм уже какая-то такая-то работная мне казался на а значит куда мне идти в outfit или а просто в рейнджер рейнджера украшу украшения и самый низ мотай рома ты можешь ее купить оказывается за 2200 голды она продается даша погоди с мария вот не обязательно буду выигрывать вот пояс графа stage 1 чемпион стаж 2 чемпион вы про лига души подожди а как я не понимаю какой можно купить а поясе что можно купить шамблер вот это вот шафт новый у меня он локт написано в магазине сейчас висит прям на 1 за день все суши у меня есть как раз лишняя голда платья на точнее но они же речь да 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 не подержишь еще ща 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 я я солим пояс по пояс в этом в оружии я вот морозильник теперь можно купить это снежками снежкомед все вижу шамблер короче просто забираю изи 2 200 я шамблер шамблер я богатый был у него лучше такой же как и у старого шафта то есть особо нет смысла в нем а вот в морозильнике хорошая он выглядит симпатий я это кому как в общем это понятно вот снаряжение и тут есть пояс все-таки нет я вот не вижу в магазине ты между а вот аутфит ищем 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 блин тоже по идее он должен принадлежать рафин слушай сколько всего здесь есть я в шоке этот раз когда хочу бы толпа спросить что пока не могу найти вижу каких-то ложные походу нельзя все-таки сообщение когда да я думаю это все-таки рафи должно быть а у меня за другим участникам все таки тоже получится слушай ну там подлец тушить там от сама так вот просто заслуженного слушать что получается этот шар воды же получить потом нельзя слушай я просмотрел весь battle pass нельзя нет я я тебя про это было на сотом уровне раньше на сотом уровне давали какую-нибудь пушку вот например шафт от который сейчас выгода я его получал именно таким образом а теперь юбочка на слышь просто всем качать его левела ради юбочки на слышь чугунь а про battle пазда скажите что там что-то есть интересного а ты посмотри его набор модель теперь ты говорил про икон на какие-то крутые очень много иконок да в основном это арты именно арты так когда не модель как комитомин просто рисунок да все но более все-таки более качественно видимо тот рисовал лучше сделать это единственно в чем смысл ну как бы ты же не будет и же играешь с одной иконкой да по сути ты себе купишь их 100 но не купишь заработает что но что с ними делает да то есть чем прикол тем более если батл по скачается до призы я конечно проникся розовая юбка на сорлок и на кила это вообще я хочу внимание полос конце ханна hunter покажи вот там единственные арты которые по интересам это необычный арт это именно трехмерная модель к заметим насколько вот наделся что мы его ли там все нарисовано намного качественные то есть там тени это видно что у них она смоделирована возможно они даже планировали по крайней мере выпустить персонажа предположение моё да потому что модель меняю ощущение что это какой-то кривой копипейст из арта и занета я конечно могу ошибаться но я сейчас просто не дешевле ну я миллионам на другую там на 8 на 82 до 8 хорошим там точно модель ну программе выглядит что то есть это не не турки никого шоу нарисовано точно так я сейчас быстро хочу запустить шахт был на этой лонгаст ярд помнят или нет 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 он тогда и ладно и тогда отдельно матч я хочу еще показать модельку шафта этого безумного вот совершенно уберу такие впечатления как всегда лично меня не однозначно я радую то что ну что-то ребята делают это факт есть какие-то надежды что карта залетит вот deep embrace очень хорошо залетел да и tower of code на самом деле нормальная да вот сейчас прошла сезон она как бы специфическая по-своему но она добавляет разнообразие раньше как бы каждая карта фактически копии другой было по геймплею ну там караб ты чуть отличался и что там еще отличался дн может был а это прям сильно сильно отличается товаров коза от счет того что-то эти размеры прям огромная и нереально не добежишь так быстро да то есть там можно и попрятаться но она везде плюс-минус как бы также но вот когда смотришь тур на турнир лигу там видно что но по-другому играется короче просто сейчас запишу себе карту и ехать посмотреть показать точнее на голове какой-то секунду если что вот как раз здесь этот где у нас тут шахт лежит на этой карты а вот все что миша будет моделька еще прикольно выглядит мне она казалась какой-то вообще неестественной из другой вселенной грамма и за другой вселенной ну да но я имею ввиду что знаешь выражение при шее руках сложно объяснить откуда там патроны вылетают до суши но визуально он самый самый приятный он вообще не не слепит звук такой конечно странный какой интересного слушай ну такой глуховатый ладно надо все смотреть как это будет наверняка кто-то этим с этим шахтом захочет побегать кто-то заданать я не буду говорить откуда у меня 5000 платина я задонатил в какой-то из предыдущих батл пасов сыграл один раз и понял что нет в общем новых словах и мне кажется все сказали да больше я не знаю что то что мне на у нас особо больше не настолько много контента чтобы тут бога рассказал ну тогда всем респект внимание на этом видос я заканчиваю как то так